Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня мы займемся несложной задачкой, которую решают школьники, которые учатся в физмат-классах и физмат-школах. Но там они занимаются этой задачей чисто теоретически. А ведь интересно иногда посмотреть, насколько теория, пусть даже не сложная, согласуется с экспериментом. А задачка формулируется так. Вот здесь у меня имеется цепочка, которая подвешена наверху на нитке. А внизу под этой цепочкой стоит стакан, который опирается на весы. И спрашивается, каковы будут показания весов, когда я перережу нитку в процессе падения цепочки. Но мы ведь с Алексеем тоже когда-то заканчивали физмат-классы. Так что сначала мы решим эту задачу теоретически, как положено. А потом посмотрим, что там получается в эксперименте. И вот я изобразил цепочку через время Т после начала падения. Часть ее уже легла на чашу весов. И длина этой части L это ЖТ в квадрате пополам. Ну а соответственно вертикальная часть все еще движется вниз со скоростью V равной ЖТ. Ну и теперь о силах, действующих со стороны цепочки на чашу весов. Во-первых, это вес нижней части цепочки. Ну давайте мы его запишем. Значит надо написать, что это Mg. А масса этой части цепочки это линейная плотность, которая в килограммах на метр умножить на длину L и умножить на G. Ну соответственно мы сюда L подставляем и получаем вот такое выражение. Ро и еще одно G на вот это G умножается. Здесь у нас стоит GТ в квадрате пополам. Но это еще не все силы. Потому что вертикальная часть цепочки налетает на основание и ударяется об него, передает ему свой импульс. Ну и стало быть, тогда надо эту силу обозначить F1, а здесь у нас будет сила F2, которая есть дельта P по дельта T. Ну и значит нам надо массу найти, которая за единицу времени передается. Ну это очевидно ρ умножить на V. А теперь надо эту массу еще умножить на скорость. Это еще одно V появляется. Я сюда напишу R в квадрате. Ну кажется, что это выражение выглядит совсем иначе, чем первое. Но мы же можем поставить V равное GТ. И тогда мы получим ρ GТ в квадрате. Оба выражения исключительно похожи друг на друга. Только в первом есть знаменатель и двоечка, а в втором ее нет. То, стало быть, вторая сила, которая возникает от налетания цепочки на чашку весов, она по ходу падения все время в два раза больше первой силы. Ну а теперь изобразим силу, действующую на чашку весов на графике. Во-первых, значит, это вес той части цепочки, которая уже лежит на чашке. Это первая сила. Она растет квадратично. Пока вся цепочка не ляжет на весы, ну а потом она остается, соответственно, постоянной весом цепочки. Теперь вторая сила, которая возникает от удара. Пока цепочка падает, эта вторая сила в два раза больше первой. Давайте мы ее здесь изобразим. Ну а потом, соответственно, цепочка легла, уже ничего не ударяет, и она падает до нуля. Ну а теперь их сумма. Она на первом этапе, это теперь утроенная по сравнению с красной. А на втором этапе, когда вся цепочка легла на весы, постоянная величина, равная весу цепочки. Ну и стало быть, у нас вот здесь будет какое-то МЖ, а вот здесь в этой точке будет 3 МЖ. Мы это и должны проверять, что эта величина в три раза больше вот этой. Ну а здесь у нас квадратичная парабола. Теория у нас есть, а теперь настало время перейти к эксперименту. Я опять перевязаю нитку. Мы глядим на график, и что же мы видим? А отчетливо из этого графика мы видим лишь то, что когда вся цепочка упала на чашку весов, ее вес составлял полтора ньютона. А вот интересующие нас подробности падения здесь видны довольно плохо, потому что звенья цепочки жестко били по чашке, чашка тряслась вместе с весами, и при этом возникали разнообразные колебания. И теперь, чтобы демпфировать эти ненужные нам колебания, я вставляю на дно стакана обычную губку. Цепочка успокоилась. Перерезаю нитку. И мы опять глядим на график. Этот график не в пример лучше предыдущего. Здесь уже проглядывается и квадратичная зависимость, и то, что максимальная сила в три раза больше веса цепочки и составляет 4,5 ньютона. Ну и таким образом, теория в этой задаче действительно хорошо согласуется с экспериментом, если этот эксперимент сделать аккуратно и правильно. Ну, а вы можете предлагать нам разные другие задачки, для того, чтобы проверять их на опыте. И свои предложения пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!